Всем привет, друзья! Вы на канале Ангелов Рения, с вами Ксюша. Сегодня нетипичное видео для моего канала. Обычно я предстаю перед вами как рыцарь в сияющих доспехах. Я всегда права, непогрешима и так далее. Но в данном случае я совершила ошибку, и моя задача в этой ошибке признаться. Я человек не идеальный, разумеется, я человек простой. И бывают моменты, когда я поступаю не с позиции ума, интеллекта и где-то там совести, а с позиции, например, гнева сиюминутного какого-то. То есть проявляют такие обычные человеческие слабости, с которыми, честно признаюсь, я борюсь. Я думаю, вы уже все прочитали в названии. Ситуация заключается в следующем. Интерес контент-мейкера Антона С. к моей скромной персоне возник совершенно на ровном месте. Для меня неожиданно, но как бы Антону виднее. Я считаю, что он человек знающий, толковый и объективный. У него на канале, насколько я понимаю, у него два канала. У него на канале вы можете видеть объективный взгляд на новости, и на какие-то ситуации, возникающие с известными личностями и так далее. То есть нам с вами нет смысла сомневаться в словах Антона. И, значит, я честно вам скажу, потеряла нить. В какой момент я стала вызывать у Антона такое количество раздражения. Были и видео оскорбительные, и были сторис в его инстаграм, которые мне скидывали мои подписчики, которые всегда держат руку на пульсе. Спасибо вам за это огромное. С обидными там какими-то словами, ругательными. Ну, то есть какой-то информационный фон однозначно был. И в одном из своих последних прямых эфиров я позволила себе, это очень невежливо и нетактично с моей стороны, сказать... Ну, фразу я не буду сейчас честно вам скажу, я просто уже даже снесла этот прямой эфир, но вы его можете посмотреть. Был момент, где я сказала, что если ты на Ютьюбе хочешь продвинуться, можешь снимать никому не нужное мнение, особенно если ты престарелый алкоголик, что-то такое. Я сейчас не буду вилять хвостом и делать вид, что я никого не имела в виду. Разумеется, я имела в виду Антона С. Я даже это не буду отрицать. И я думаю, что либо Антону передали, либо он сам посмотрел, я знаю, он любит мои видео, смотрит их, возможно, даже скачивает. Значит, и Антон, разумеется, принял это на свой счёт. С моей стороны, это было бестактно. Я уже давно не являюсь представителем здравоохранения, и я ушла от медицины достаточно далеко. Не в моём праве использовать слово «алкоголик» относительно кого-то. Да, я не называла имён, но мы же все поняли, о ком идёт речь. С моей стороны, это было бестактно. Я использовала слово «престарелый». В своё оправдание... Мне нет оправдания. Но в своё оправдание я бы хотела сказать, что я не использовала слова «старый», «древний», «архаичный». Нет, я сказала «престарелый». Да, это, возможно, звучало тоже не очень красиво с моей стороны, и, разумеется, это должно порицаться, и, возможно, в этом даже есть какой-то эйджизм. Но я просто считала, что когда человек, ну сколько, 55, да, около 60 лет, ну уже можно к этим словам отнестись более спокойно. Но я согласна, я согласна. Если эти слова цепляют, это неверно с моей стороны. Всё это, как оказалось, неверно в корне. То есть Антон С., как человек мудрый, человек знающий, разносторонний, развитый, с прекрасным образованием и интеллектуальным вообще бэкграундом, да, он обиделся не столько на вот слова, на их содержание, сколько на фактическую ошибку. И я могу это понять, как человек, который некоторое время назад был связан с наукой, я могу понять, как цепляет фактическая ошибка. И под моим последним видео Антон С. оставил комментарий с канала «Антон С. Лайф». Я так понимаю, что Антон С. у меня давно забанен. Я, знаете, барышня нестабильная, берегу свою психику, и я на негатив реагирую, поэтому я стараюсь себя от него защитить. И, видимо, Антон С. у меня забанен. И Антон С. Лайф, есть такой канал, и он с него мне оставил комментарий. Я прикреплю сюда скриншот. Вы должны понимать, сколько желания учить и наставлять есть у Антона С. Вы знаете, это то, что я всегда уважала в людях. Когда ты уже человек в возрасте, и ты накопил знания, опыт, вот эту империку какую-то свою, и ты понимаешь, что ты готов этим делиться с людьми. Обратите внимание, что пишет Антон. Он пишет «Уёбище старопердящее». То есть он меня поправляет. Он даёт мне понять, «Нет, Ксюша, я не престарелый алкоголик. Я уёбище старопердящее». Это насколько ценно человек потратил время для того, чтобы в моём неразумном мозгу я признаю, да мне всего-то, Господи, мне очень мало лет, мне очень мало лет. Я, ну где-то я не успеваю просто, да, я не очень в этом во всём разбираюсь, ни в алкоголиках, ни в уёбищах. Я не понимаю. Я хочу. Я разберусь. Ну, Ютюб, он такой, он заставляет тебя разбираться, рано или поздно, и я разберусь. Но сейчас, да, в этот момент был момент вот этого наставничества. То, что для меня максимально важно. на Ютюбе, и это нужно. Это рука помощи от более сильного, маститого контент-мейкера, маленькому, слабому блогеру, то есть мне. Насколько ценно то, что сделал Антон? Я... Низкий поклон, низкий поклон. Кто-то может сказать, Антон не такой, какой он про себя пишет в этом комментарии. Антон не такой. Но не мне его судить и не вам его судить. Если он считает именно так, как написано в комментарии, то мы не имеем права с ним спорить. Это момент самоидентификации. Как человек... То есть в какой-то момент он поднялся над собственной идентичностью. Вы понимаете, насколько это важно? Это недоступно мне, например. И я не знаю, будет ли в моей жизни когда-нибудь такой момент, когда я... Возможно, нет. Возможно, я никогда до этого не дорасту. И, скорее всего, так и будет. И я безмерно благодарна. Это видео снимается для того, чтобы продемонстрировать вам, насколько важно блогерское комьюнити. Насколько важно. Это то, кстати, это, наверное, первый комментарий на Ютюбе, который я сколько-то там лет назад написала на канале Антона С. Я поддержала его после участия в шоу «Мейкаперы». Это действительно для меня было важно. Это было ощущение... Знаете, вот это успех одного человека, а по ощущениям всех нас. И мне это было важно. Есть момент комьюнити. И это видео для того, чтобы вы понимали и поддерживали. Я знаю, что... Антон, простите, я не знаю, как вас по-батюшке. Я знаю, что у вас фамилия Суворкин. Очень красивая, очень благородная фамилия. Я не знаю, как вас по-батюшке, поэтому я Антон, но на «вы» буду говорить. Я очень благодарю вас. Этот комментарий, он... Ну, давайте так, объективно. У меня на канале этого очень мало. Та аудитория, которая здесь собралась, и... Ну, скажем так, я не часто вижу, чтобы человек приходил на канал с настолько открытой душой, что мог выдавать вот такие сентенции. Это очень ценно. И ни в коем случае это не попытка хайпануть на вашем имени. Ни в коем мере. Ни в коем мере. Это не попытка, я не знаю, приблизиться к тому идеалу, к высокой планке, которая уже была задана на канале. Ни в коем мере. Я уверена, что вы так же уважаете свою аудиторию, как и я, и не позволите возникнуть каким-то дрязгом, вот этим вот мелким междоусобицем. Я уверена, что вы не такой человек. Я уверена, что вы выше этого. Я уверена, что у вас есть вот этот вот стержень, стержень настоящего человека. Да. Спасибо большое за просмотр. Пишите ваши комментарии, что думаете. В очередной раз извиняюсь. Все это было сказано, вот эти мои жуткие слова про престарелого алкоголика, они были сказаны под воздействием. Я там упомянула Анастасию Заворонюк. Дело в том, что «Моя прекрасная няня» это мой любимый сериал детства. И эта актриса, и этот образ, он очень близок к моему сердцу. И то, что сейчас происходит с актрисой, которую я безмерно уважаю, оно откликается в душе. И это как будто болезненная рана. И каждое видео, которое снимается на эту тему, комментарии там Анастасии Волочковой на эту тему, они как будто ранен, зацепляют за живое. Поэтому я была настолько не сдержана, что сказала такие гадкие слова. Я прошу прощения. Спасибо за просмотр. Я очень надеюсь, что больше не осталось никаких недомолвок. Я очень надеюсь, что вы меня поняли правильно. Я уверена, что мои подписчики обладают такими характеристиками личности, которые позволят им увидеть истинное зерно и посыл данного ролика. Люблю вас и вас, Антон. И вас, Антон, я люблю. Другой любовью она, знаете, более, наверное, абстрактная, но тем не менее. И вас, Антон, я люблю. И подписчиков люблю. И Ютюб люблю. И, Господи, все в этом мире настолько удивительно. Смотришь порой и удивляешься. Огромное безграничное море Ютюба. И тут находятся такие уникальные люди с такой, прошу прощения, открытой душой и сердцем. Спасибо всем большое. Люблю вас. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok